Представьтесь пожалуйста Меня зовут Карл Стюарт и я бренд менеджер серии Tomb Raider в Crystal Dynamics в Калифорнии Первый вопрос Вся эта концепция с островом и лагерями разбросанными по нему Системой быстрого перехода между локациями и закрытыми до определенного момента зонами Очень напоминает одну из игр Metroid с открытым миром Откуда вы взяли эту идею? Да, мы черпаем вдохновение из большого количества источников, из индустрии видеоигр и из индустрии развлечений в целом У этого острова есть свой уникальный колорит Важно, что это выдуманный остров, расположенный недалеко от Японии Эта территория называется Треугольник Дракона Полная противоположность Бермудскому Треугольнику Все знают о Бермудском Треугольнике и связанными с ним историями В результате мы смогли создать белый холст для того, чтобы с помощью него достичь полного погружения в игру на выживание Главную идею этого приключения У этого острова много особенностей и характеристик По сути, это персонаж сам по себе Нам нужно было дать игрокам возможность свободно перемещаться и изучать его Мы добавили в игру систему быстрого перемещения, чтобы игроки могли быстро переходить между зонами, когда им того захочется Какую роль играют вода и еда в виртуальном выживании? Будет ли их тяжело достать в начале и гораздо легче позднее? Нашей целью было создать максимально реалистичную игру Насколько это возможно Но это не значит, что у нас будет Симс Вам не нужно будет бегать по острову и собирать воду, чтобы оставаться в живых Да, вам потребуется вода, еда и медикаменты для жизни Но все это будет частью сюжета Чтобы поддерживать этот реализм Когда героиня будет ранена или у нее останется мало здоровья На ее месте вы же попытались бы достать воду и еду Так что мы не можем оставить ее на долгие часы без пищи и воды Но мы не можем заставлять вас есть и пить через каждые 10 футов Мы хотим дать игрокам ощущение, что это мир, в котором они сами могли бы жить Вы будете находить вещи, которые позволят Ларри выжить и оставаться здоровой с точки зрения реализма Расскажите о системе крафтинга Что можно будет сделать? Пока еще немного рано говорить о крафтинге Мы расскажем об этом в следующем году Но из того, что уже показали Надеюсь, вам понравились и быстрая система перемещения, умения и апгрейды Лара только попала на остров Она не знает, где она Для нее это незнакомая ситуация Со временем она будет расти ментально и физически Начнет понимать мир вокруг нее Ей 21 год, она никогда не была в подобном приключении Она даже подумать не могла, что окажется в подобной ситуации Вначале она молодая, наивная девочка Но по ходу игры из нее выковывается герой, какой мы привыкли ее видеть на протяжении многих лет Крафтинг, умения и поиск предметов Это часть развития ее как персонажа Приведите пример загадок из нового Tomb Raider То, что мы показывали до сих пор Демонстрировало ум и находчивость Лары Раньше у нас были загадки вроде комнаты, где нужно нажимать на рычаги или вставлять камни в нужные места А теперь, с нашим реалистичным островом Мы построили всю игру на физическом движке Физика — это ключ Все, что мы делаем, строится на этом Я много говорю в слово «реализм» Но именно его мы пытаемся воплотить как можно лучше Когда вы находитесь в нашем мире, вы понимаете, как он функционирует и можете манипулировать им Зона с берлогой — это ранний пример того, как мы знакомим игрока с функционированием нашего мира Например, вы поджигаете что-то После этого начинаете понимать, что иметь при себе источник огня очень важно И чем он вам может помочь А потом видите, как огонь заливается водой Видите, как с помощью огня можно устроить взрыв и расчистить пространство А потом вы приходите в другое место и пытаетесь решить задачу с помощью того, чему вы научились По мере игры взаимодействие и физика будут становиться более сложными Вначале все просто — решения состоят из одного шага Но потом будет гораздо труднее Конечно, все будет зависеть от вас Но все будет не настолько сложным, чтобы тратить 40 минут на решение одной задачи Наша задача — сделать все интуитивным Мы научим вас тому, как работает мир Дальше все будет строиться на этих знаниях Ручное прицеливание было в самой первой игре серии 15 лет назад И с топорной анимацией бои тогда выглядели как сражения боевых роботов из BattleTech Где одной рукой вы управляли торсом и прицелом, а второй — ногами Поскольку Лара занимает значительную часть экрана, как обстоят дела с реалистичной анимацией? Мы расскажем об этом в 2012 году Бои играют важную роль Они один из трех столпов игры Бои, исследований мира и загадки Сейчас мы сосредоточились на представлении умной и находчивой Лары Решающей загадки и на исследовании мира Свободном перемещении и быстрых переходов между локациями Но когда вы поймете физику окружающего мира и развитие персонажа Для нас важно, чтобы бои выглядели чем-то уникальным и новым Мы отказались от системы захвата, которая является базовой для последних игр серии Мы очень хотим показать боевую систему Но, конечно, это нужно будет сделать в реальном времени в действии Чтобы игроки поняли, что то, что она делает, имеет смысл Сейчас нет никакого смысла в том, чтобы она начала убивать всех подряд Она же только прибыла на остров и не имеет представления, что происходит вокруг Мы покажем, как Лара растет, и в определенный момент в игре Ей придется поднять оружие и сражаться за свою жизнь И вы поймете, что это часть развития ее как персонажа И что ей придется это сделать Я не могу назвать точную дату, но мы будем рады это вскоре показать Будучи самодостаточной женщиной, Лару не особенно интересовали мужчины Ждет ли 21-летнюю девушку, сражающуюся за выживание во враждебной среде, романтическое приключение? Пока планов таких нет Только потому, что у нее не будет возможности для этого Ее задача разобраться с происходящим и убраться с острова как можно быстрее Это не романтический остров ни в коем смысле Наша задача погрузить игроков в этот новый мир Лары Крофт Чтобы они могли понять персонажа У нее есть взаимоотношения с людьми, в частности с Россом Он был ее наставником Собственно, он и является причиной, почему она оказалась на корабле Она верила ему и доверяла Она хотела отправиться в это первое приключение Мы показали связь между ней и Россом в демонстрационной версии Он знает ее, ее родителей Он видел, как она растет Он верит в нее, хотя она и не верит в себя Сейчас было бы неправильно касаться того, как она в кого-то влюбится Это не значит, что такого никогда не будет В конце концов, все когда-нибудь влюбляются Но этого точно не будет в этой игре Имеется ли связь между сериями Tomb Raider и Лара Крофт? Будут ли какие-то общие персонажи или события? Нет Для этой игры нет планов проводить параллели с предыдущими играми Мы гордимся нашим наследием То, что сделали и Коры, и Crystal Dynamics Но сейчас мы откладываем его в сторону И хотим сосредоточиться на том, чтобы задать тон и основу для движения серии вперед Создать глубокий, многогранный мир вокруг Лары Лара стала карикатурой на саму себя за многие годы До той степени, что Лара стала просто символами себя Особняк, история ее родителей и так далее Сейчас мы хотим обратиться к глубинам ее личности и начать оттуда Мы не собираемся сейчас задаваться вопросами Где ее особняк, где родители, дворецкий и тому подобными вещами Мы начинаем с нуля Сейчас мы разбираемся со столпами Делающими Tomb Raider Tomb Raider И будем строить серию в дальнейшем на этом Я уверен, что мы вернемся к каким-нибудь известным событиям Но сейчас в планах у нас этого нет Существует не слишком известный жанр Wilderness Survival Как вы думаете, сможете ли вы с помощью своей игры познакомить с ним армию фанатов Женщины-археолога? Или это только средство привнести что-то новое в перезапуск серии Tomb Raider? В самом начале мы поставили себе цель сделать Лару Крофт многогранным персонажем И мы наложили на это выживание Жанровая принадлежность игры все еще экшен-адвенчер Как и большинство игр с подобным стилем повествования и сеттингом Если бы мы смогли определить и воплотить Surviving Action Мы были бы счастливы Но это не наша цель Наша цель создать экшен-адвенчер с эпичным сюжетом о том Как молодая девушка попадает в это загадочное место Раскрывает, что происходит вокруг и пытается убраться с острова Мы хотели, чтобы игроки смогли пережить это Может потом мы сможем сделать Surviving Action Но сейчас это экшен-адвенчер И последний вопрос от меня Я всегда любил Лару за то, какая она сильная женщина Она пример того, как нужно обращаться с людьми и тому подобное И еще мне очень нравилась ее коса Может она сделает ее к концу игры? Я понял Но нам пока еще рано об этом думать В планах этого пока нет У нее волосы собраны в хвост сейчас, как можно увидеть здесь Главное было, чтобы они были собраны сзади Посмотрим Всегда есть возможность вернуться к устоявшимся вещам Мы не забываем, кто мы И что делает Лару Крофт Ларой Крофт Посмотрим со временем Но я не могу гарантировать, что коса появится в игре Спасибо большое и скажите что-нибудь для зрителей Level Up Спасибо Level Up Мне было приятно дать это интервью Я с нетерпением жду того момента в нашей компании, когда смогу рассказать больше Меня часто просили тут сказать Спасибо большое Все нормально? Почему-то вам нравится С Новым Годом